Так, хотела сейчас по привычке поздороваться. Привет, канонокотанчики, с вами Линанека, но Линанека уже нет. А почему же её нет? Сейчас я постараюсь вкратце рассказать. К этому решению я шла с июля месяца. Я для себя лично решила, что Линанека перестанет существовать, когда наступит Новый год. Первым шагом ко всему этому стала ситуация, произошедшая с моей командой. Если многие знают, помнят, я состояла в коварденс-команде как оператор, и в итоге за полтора года я возложила на себя слишком большую ответственность, с которой не смогла справиться. И поэтому было принято решение о том, чтобы я покинула команду. Это была полностью моя вина, я никого ни в коем случае в своём уходе не виню. И, в принципе, об этом на данный момент не жалею, потому что это дало мне очень большой толчок для того, что есть сейчас. Следующим этапом стала моя семейная ситуация, которая длилась уже достаточно давно, но в октябре она обострилась, и это тоже дало большой толчок для того, чтобы переименоваться в принципе. Я незадолго до всего этого, в сентябре или октябре, переименовала свой инстаграм в Юргель. Это моя фамилия ВКонтакте, но это не моя фамилия в паспорте, соответственно. Это фамилия моего дедушки. Мне понравилось, как звучит это как прозвище, поэтому я просто сократила Юргель, разделила на два слуга и взяла Y от Юр и G от Гель. Типа, получилось YG. Кратко. Юргель, только кратко. Многие, кстати, спрашивали, почему YG, потому что есть YG Entertainment. Я такая, YG Production, почему нет? Именно к YG Production я пришла где-то в середине декабря. Я уже была уверена, что к Новому году всё будет по-новому, потому что 8 января моему каналу исполнилось 5 лет. Именно вот этому, на который я сейчас снимаю, который раньше был Линанека. Но Линанека выросла, пора идти дальше. Поэтому чем я буду заниматься в будущем, мне тут задали вопрос. У меня было несколько вариантов развития событий. Это продакшн, музыка и бьюти-сфера. Но столько сил было вложено на именно аппаратуру для съёмки и времени, и сил, что я решила, пока серьёзно я могу заниматься вот этим. Всё остальное как-то со временем. Если я захочу и если у меня получится, то, возможно, вы сможете какую-то мою музыку увидеть. Возможно, если до этого дойдёт. 8 февраля будет моё первое мероприятие как YG. Моя первая съёмка как YG. Куда выйдет видеодневник. И, в принципе, на этом канале теперь будут появляться только видеодневники и какие-то мои такие личные видео. И я надеюсь, что из тех людей, что на меня подписаны, останутся люди, которым это действительно интересно. Я не гонюсь за числом ни просмотров, ни подписчиков. Хочется, чтобы люди видели меня такой, какая я есть, без всяких каких-то лишних реакций на камеру и всего такого. Поэтому все старые видео с канала были скрыты. Остались только те, которые я считаю прямым отношением к YG. То есть это что-то более творческое, что-то более душевное для меня. Поэтому я надеюсь, вы поддержите меня в таком решении. Мне было не очень легко его принять. Но, тем не менее, я пришла именно к этому. И надеюсь, что те люди, которые весь этот путь были со мной, они и останутся со мной. Просто я решила, что нужно немножко проявить эту ситуацию, чтобы было понятно, почему я так решила и к чему это может дальше привести. Надеюсь, вы останетесь со мной, будете следить за мной. С вами уже Нелина Нека, котоны лучшие. Помните это. Пока.